Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Меня зовут Елена. Добро пожаловать на мой канал Огрузии. Сегодня мы с вами продолжим наше путешествие по улице Тбилиси на машине. Сейчас мы едем по улице Кавторадзе, потом проедем весь проспект Казбеки, повернем на проспект Пекина и захватим улицу Мираба-Костава. Всем приятного просмотра! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, пишите комментарии. Тем самым вы поддерживаете развитие моего канала. В конце видео мы побываем с вами в одном из тбилисских ресторанов Квеври. Также предлагаю тем, кто не смотрел мое предыдущее видео, где мы едем по проспекту Важи Пшавелла, посмотреть на его. Ссылку оставлю в конце этого ролика. Сейчас мы движемся с вами по проспекту Казбеки. Что можно о нем сказать? Ну, это проспект обменных пунктов. Они здесь на каждом шагу. Этот проспект параллельен к проспекту Важи Пшавелла и имеет одностороннее движение в обратную с проспектом Важи Пшавелла сторону. Начался дождь, но я решила продолжить съемку и во время дождя. В Тбилиси не всегда бывает солнце. Когда я раньше читала, что в Тбилиси 360 дней в году солнце. И когда я первый раз сюда приехала в июне 2008 года, и все дни, 15 дней, что я здесь была, дождь был почти всегда. И я подумала, ну вот, именно, видимо, те дни из 365 попали именно на это время. Кстати, вот сейчас в июне тоже почти каждый день идет дождик. Но очень жарко, температура воздуха где-то в 35 градусов. Так что погода радует, в принципе. И начались каникулы. Для тех, кто не знает, что в Грузии начинаются каникулы с 15 июня, а учебный год начинается с 15 сентября. Поэтому сейчас мы начнем кататься по Грузии. Будут новые ролики из разных регионов Грузии. В одно место мы уже съездили. Так что скоро будет новый ролик. Ну и по Тбилиси, конечно, я тоже буду снимать. Я так думаю, что эти видео по Тбилиси радуют тех, кто уехал из страны и живет за границей, и скучает по своему городу. Знаете, когда я стала вести канал о Грузии, я вдруг подумала, может, о моем городе тоже кто-нибудь делает ролики. И точно я нашла. Конечно, их немного, но было очень приятно посмотреть. Люди, которые ходят по моим улицам и снимают ролики. В общем, мне было очень приятно. А тем временем мы с вами повернули на проспект Пекина. Этот проспект интересен тем, что все первые даже зданий занимают магазины. И поэтому проспекту очень интересно гулять пешком от начала и до конца и заходить в разные магазинчики. Проспект Пекина является одной из самых оживленных транспортных артерий Тбилиси. Пять лет назад был произведен капитальный ремонт проспекта, после чего улица стала односторонней. После ремонта появилась широкая велосипедная дорожка длиной в один километр. Также на улице сделали выделенную полосу для общественного транспорта, которые в случае необходимости также смогут воспользоваться машинами чрезвычайных служб. Несмотря на то, что на улице расположено много магазинов, офисов и ресторанов, отделений банков и офисов различных организаций, большинство мест для парковки с нее убрали, чтобы машины на обочине не мешали движению. Зато на улице появились скамейки и места для парковки велосипедов. До этого капитального ремонта проспекта Пекина не было в течение 60 лет. На улице были полностью сейчас заменены подземные коммуникации, водопроводная сеть, проложено новое дорожное полотно, установлены новые столбы уличного освещения. Очень радостно наблюдать, как развивается город. Сейчас ремонтируется очень много улиц, разбиваются различные скверы на пересечении дорог, также обустраиваются дворовые мини-скверы, строится много детских площадок, и также ремонтируются старые парки и приводятся в современный вид. Очень много в городе было посажено деревьев за последнее время. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы переместились на улицу Мираба-Кастава и движемся в сторону набережной. Справа и слева расположены корпуса Грузинского технологического университета. Внизу улицы справа расположен Белийский зоопарк. Но его дороги как бы не видно, хотя он находится прямо у дороги, но весь зарос деревьями. Зоопарк был основан 10 февраля 1927 года. Для его строительства была выделена территория площадью около 100 гектар ущелья реки Веры. Небольшое видео о зоопарке есть у меня на канале. Это я снимала 3 года назад, уже после трагедии. Вы можете посмотреть, перейдя по ссылке. В ночь с 13 на 14 июня 2015 года в Белийск произошло наводнение и была затоплена и значительно пострадала большая часть территории зоопарка. На территории зоопарка погибли трое его сотрудников. Многие животные погибли, другие разбежались. В том числе 6 львов, 6 тигров, 7 медведей, 13 волков, пантера, рыси, пингвины, гигиены, крокодил и бегемот. Часть животных удалось поймать в Тбилиси, а часть пришлось застрелить на улицах города. Памятник бегемоту был открыт несколько дней назад в Белийском парке Мзиури. Пока мы ехали, дождик закончился и вышло солнце. И улицы города заиграли новыми красками. Наша автопрогулка подходит к концу. А сейчас у меня будет для вас подарок тем, кто уехал из Тбилиси и скучает по нему. Мы проведем вечер в ресторане Квебри. Это было 14 июня. Я там была на дне рождения. Но в ресторане было очень много людей. Там была и свадьба, и дни рождения. Столов и гостей было очень много. Наслаждайтесь. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон»